Всем привет! С вами инженер-электрик Екимов Игорь. Сегодня мы поговорим о том, как защитить вашу бытовую электронику с помощью реле напряжения. Представляю две новинки от компании Wellrock для напряжения с контролем тока VI63 в белом и VI63BK в черном корпусе. Wellrock это отечественный бренд с собственным производством в России. Их устройства создаются на основе проверенных технологий Airbus, которые уже заслужили доверие профессионалов. Они осуществляют защиту от повышенного и пониженного напряжения. Вы можете настроить реле на отключение нагрузки при превышении полной мощности и компенсировать временные просадки напряжения при пусковых токах. Также можно включить контроль тока нагрузки, чтобы он не выходил за заданные пределы. Не переключайтесь, впереди много интересного. Если вам интересна автоматика для защиты бытовой и промышленной аппаратуры, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. В ассортименте Wellrock есть реле напряжения на 32, 40, 50 и 63 А. Они оснащены встроенной термозащитой, регулировкой яркости и ручной настройкой нижнего и верхнего уровня срабатывания по напряжению и току. Также можно настроить защиту по максимальной полной мощности. Реле срабатывает всего за 0,03 секунды и это единственный бренд, который выпускает реле напряжения в черном корпусе. На моем канале есть большой плейлист по защите бытового электрооборудования. Обязательно посмотрите. Эти реле поставляются в красивой упаковке из плотного картона, которая защищает их при транспортировке и хранении. В комплекте идет подробная инструкция, которую можно скачать на сайте производителя. Ссылка есть в описании. Также обратите внимание, что данное реле имеет 10 лет гарантии и имеет встроенную термозащиту. Подключение реле делается по трехточечной схеме. Контроль тока идет по фазному проводу. Вход фазы подключается сюда, выход фазы сюда, а сюда подключается нулевой провод. Используйте провода до 16 миллиметров квадратных. Реле устанавливается на один рейку и занимает два посадочных места в щите. Управление реле простое. Четыре кнопки. Плюс, минус, меню и кнопка информации. Есть индикатор выходного напряжения и дисплей. Приятный дизайн и качественная сборка. Ударопрочный пластик. Детали плотно подогнаны, никаких заусенцев. Корпус сделан из пластика, не поддерживающего горения. Все надписи сделаны лазерной гравировкой, так что они не сотрутся. А теперь покажу работу реле в черном корпусе, так как этот дизайн мне больше нравится из-за более яркой индикации за счет контраста белого с черным пластиком. Реле в белом корпусе работает аналогично. Подключаем реле. Она тестирует напряжение сети и подключает нагрузку. Индикатор показывает, что нагрузка подключена. Изначально реле показала сверху U, так как реле показывает напряжение сети, а снизу показала I, так как в этом режиме отображается ток, измеряемый внутренним трансформатором. Можно переключить реле в режим контроля полной мощности. Тогда снизу будет отображаться PF. На слайде показаны характеристики этого реле. Задержка при срабатывании защиты по верхнему пределу не более 0,03 секунд. По нижнему пределу регулируемая от 0,01 секунды до 10 секунд. При срабатывании защиты нагрузка отключается, но реле продолжает отслеживать напряжение сети. Как только напряжение вернется в установленные границы, реле отсчитывает время задержки включения и подключает нагрузку. Также можно настроить отчет времени с момента аварии. Обратный отчет времени отображается на индикаторе. Для чего может пригодиться ограничение потоков нагрузки. Если вы сдаете дом или квартиру, вы можете ограничить мощность или ток, потребляемый квартирантами. Хозяева производств и офисов могут ограничить потребление электричества в отдельных помещениях. Но для меня наиболее актуально дублирование защитных функций автоматического выключателя. Реле напряжения отключит нагрузку быстрее тепловой защиты автоматического выключателя, если ток в цепи выйдет за пределы характеристик электрического кабеля. Давайте настроим реле напряжения под свои запросы. Вначале настроим верхний уровень срабатывания. Нажимаем плюс и мы можем кнопками плюс минус подрегулировать это значение. Я обычно выставляю 255 вольт. Нажимаем минус. Тут мы регулируем нижний уровень срабатывания напряжения. И обычно его устанавливаю 190 вольт. Вы можете установить эти уровни под свои запросы или под характеристики оборудования, которое реле напряжения защищает. По умолчанию эти уровни 198 и 242 вольта. В этом реле есть блокировка кнопок. Для этого удерживайте вместе кнопки плюс минус длительное время, пока не появится надпись LOG. Клавиши заблокированы. Вот как видите, при попытке нажать на любую клавишу, выскакивает надпись LOG. Чтоб выйти из этого режима, опять удерживаем клавиши плюс минус вместе и выходим из этого режима. А теперь давайте посмотрим настройки меню. Нажимаем кнопку меню один раз и мы попадаем в настройку верхнего предела тока. В этом реле установлено 10 ампер. Если реле используется для защиты всего жилого помещения, я обычно выставляю его таким же, как номинальный ток входного автомата. Здесь же можно настроить уровень защиты по полной мощности, если реле находится в этом режиме. Как включить режим защиты по мощности, я покажу позже. Нажимаем кнопку меню два раза и попадаем в настройку времени задержки включения после срабатывания защиты. Кнопками плюс минус мы можем настроить это значение. Если в цепи с защищаемой реле нет бытовых приборов с компрессорами, например, холодильника или кондиционера, я обычно ставлю задержку 30 секунд. Если они все же есть, то я выставляю задержку от 300 до 600 секунд, в зависимости от того, как быстро спадает давление в компрессоре. Чаще всего 300 секунд достаточно. Нажимаем три раза. Задержка отключения нагрузки при превышении верхнего предела тока или мощности. По умолчанию это 5 секунд. Значение можно выставить в пределах от нуля до четырех минут. Я оставляю без изменений. Следующая настройка выбора параметры защиты по току или по полной мощности. По умолчанию стоит защита по току. Вот я переключил режим защиты по мощности и уже нажатием на кнопку меню. Мы можем отрегулировать защиту по мощности. По умолчанию 3 киловатта. Возвращаю защиту по току. Следующая настройка максимальное количество срабатываний подряд при превышении тока, мощности или напряжения. Реле ограничивает число повторных срабатываний защиты, чтоб снизить пагубное влияние частых отключений на оборудование. Срабатывание по пределу напряжения считается повторным, если между включением и отключением нагрузки прошло не более 20 секунд. Мне эта защита не нужна и я ее отключаю. Чтобы реле вышло из этого меню, нужно подождать 10 секунд. Переходим к более глубоким настройкам. Для этого удерживаем кнопку меню 3 секунды. Первый пункт это корректировка отображения напряжения на реле, чтобы оно совпадало с образцовым прибором. Можно добавить 3 вольта к отображению или вычесть 1 вольт. Поставляю эту настройку без изменений. Следующий пункт корректировка отображения тока реле, чтоб оно совпадало с образцовым прибором. Только я ее отрегулировать не могу, так как корректировка возможна, если ток нагрузки больше 1 ампера. Следующий пункт включения профессиональной модели защиты отключения при выходе напряжения за пределы. Реле не отключает нагрузку при безопасных по величине выходах напряжения за пределы. Характеристики работы реле в этой модели отображается на слайде. Применяется в особых случаях. По умолчанию она отключена. Следующий пункт задержка отключения при провале напряжения. Настройка используется, если реле часто отключает нагрузку по нижнему пределу из-за низкого качества сети или перегрузки ее мощным оборудованием. Мы настраиваем компенсацию по времени при просадках напряжения при пусковом токе. Значение можно менять от 0,1 секунды до 10 секунд. По умолчанию 1 секунда. Я оставляю задержку 1 секунду. Следующий режим тип задержки включения нагрузки с момента восстановления напряжения или с момента отключения реле. Оставляю с момента восстановления напряжения, как в заводских настройках. Думаю, это вполне логично. Следующий пункт гистерезис. По умолчанию 1 вольт. Я предлагаю его оставить. Меняйте эту настройку, если это действительно вам нужно. Последняя настройка. Настройка яркости экрана в режиме ожидания, который он переходит через 30 секунд после последнего нажатия кнопок. Используйте эту настройку, если постоянное свечение экрана прибора вас раздражает. И есть еще одна новая функция у этого реле напряжения, которую я не встречал в других реле. Это отслеживание, чтоб значение тока в нагрузке находилось в определенном диапазоне. Реле отключит нагрузку, если она будет меньше установленного минимального значения или больше максимального значения. График токов, в которых работает реле, вы видите на слайде. Для включения этого режима удерживаем кнопку меню 6 секунд. У нас данный режим выключен. Вот мы его включили. Настраиваем ток нагрузки. Не буду подробно останавливаться на этом режиме. Как работать с этим режимом и как его настраивать вы видите в таблице на слайде. Возьмем для примера контроль работы двигателя. Если у него нестабильные холостые обороты из-за неисправности, например подгорели щетки, ток будет меньше установленного значения и реле отключит двигатель. Также реле отключит нагрузку, если двигатель перегружен. Итог будет больше номинального значительное время. Все настройки запоминаются в энергонезависимой памяти прибора и не изменяются при отключении питания. Мы можем вернуть прибор к заводским настройкам, удерживая кнопку меню более 30 секунд. Корректная работа прибора гарантируется при температурах от минус 5 до 40 градусов. При установке реле следует избегать попадания брызг воды на прибор. Реле рекомендуется использовать совместно с другими автоматами защиты, автоматическими выключателями и узор. Гарантия на прибор 10 лет. При установке следует учитывать, что реле не должно перегреваться. Если температура внутри прибора превысит 80 градусов, реле отключит нагрузку и на экране будет отображаться OHT и температура при котором сработала защита. Реле автоматически включится, когда температура внутри реле станет менее 60 градусов. Вот я подключил реле к лабораторному автотрансформатору. Сейчас у нас напряжение 228 вольт. Давайте поднимем напряжение. Потихоньку поднимаю напряжение. Как напряжение стало выше 255 вольт, у нас сработала защита. Реле выключило нагрузку и как видите эти два индикатора не светятся. Индикаторы показывают, что срабатывание было по верхнему уровню напряжения и отображают напряжение в сети. Давайте уменьшим напряжение. Вот как видите в этом реле напряжения осталась стандартная задержка 3 секунды и оно уже подключило нагрузку. А данное реле напряжения отсчитывает 30 секунд, которые мы установили и сейчас включит нагрузку. Оба реле напряжения включили нагрузку. Понижаем еще напряжение. Как видите, когда напряжение стало менее 190 вольт, реле в течение одной секунды отключили нагрузку и сейчас отображается то, что срабатывание было по нижнему пределу и реальное напряжение в сети. Повышаем напряжение. Белое реле напряжения отработало в течение трех секунд, а черное реле напряжения отсчитывает 30 секунд. Вот черное реле отсчитала и включила нагрузку. Оба реле напряжения подключены. Реле ведет в журнал срабатывания защиты. Вот мы нажимаем и у нас показывает, что было срабатывание на 180 вольтах и на 256 вольтах. Обращаю внимание, что указывается, по какому параметру сработала защита и уровень срабатывания защиты. При желании этот журнал можно очистить целиком. Как это сделать описано в инструкции. Данное реле напряжения обладает отличными характеристиками и я могу их рекомендовать для защиты бытовой техники. Если у вас есть опыт работы с данными приборами, пишите о нем в комментариях. Думаю, ваш опыт будет полезен другим зрителям. Остались вопросы, также пишите в комментариях. Поделитесь видео с теми, у кого не установлено реле защиты от скачков напряжения. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.